Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Глава города Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Высокий сезон на старте. О главном – безопасности в здравницах, у моря и на транспортных линиях – говорили на краевом селекторном совещании. В Анапу приехал цирк Юрия Никулина. За помощью к главе Меранапа провел личный прием граждан. Речь шла об улучшении жилищных условий, организации предпринимательской деятельности в рамках закона, решении жилищно-коммунальных проблем. Пришедшие на прием анапчане озвучили перед главой курорта вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, организации предпринимательской деятельности в летний период, коммунальные проблемы. Анастасия Кульбякина представляла интересы жителей многоквартирных домов на улице Юбилейная, станица Анапская. Председатель ТОС-63 Анастасия Викторовна обратилась к главе курорта с просьбой помочь с проведением центральной канализации в указанном жилом районе. Сергей Сергеев отметил, что вопрос изучит и даст ответ заявительнице. Как организовать предпринимательскую деятельность в летний период? С таким вопросом на прием мэра пришел Саркис Манучарян. Он рассказал, что хотел бы установить детский аттракцион. По закону, место для этого может быть предоставлено только по итогам аукциона. И прежде всего, необходимо подать соответствующее заявление. О некачественной подаче электроэнергии главе курорта рассказала Надежда Непомнящая, житель станицы Благовещенская. Сергей Сергеев дал поручение подчиненным выехать на улицу Таманская по адресу, где проживает заявительница, и изучить ситуацию на месте. Еще один вопрос, который подняла Надежда Ивановна – работа общественного транспорта. По словам Анопчанки, автобусы из города Благовещенскую и обратно ходят нерегулярно. Кроме того, утренние рейсы, когда люди едут на работу, обслуживают автобусы малой вместимости. Транспортное сообщение между городом и станицей должно быть налажено, отметил Сергей Сергеев. Тем более, что это не требует финансовых затрат, а только лишь громадного подхода в организации пассажирских перевозок. На все вопросы, которые прозвучали на приеме главы, заявители получат ответы от профильных структурных подразделений. Галину Николаевну Супруненко с 85-летием поздравил глава города Сергей Сергеев как активную общественницу и помощницу в работе ТОСов. Человек активной гражданской позиции. Галина Николаевна охотно поделилась своими воспоминаниями. В подарок именинницы, координатор органов деятельности ТОС Людмила Шмакова и куратор западного микрорайона Елена Громовая принесли от главы города платок. Галина Николаевна такую роскошь оценила очень осознанно. И стихи поздравительные слушала с пониманием, и шампанского пригубила с удовольствием. В свои 85 она полна жизненных сил и удовольствия жить. Возраст словно и не коснулся этой трудолюбивой женщины. А ведь она работала в военное время в колхозе, в том юном возрасте, когда девчонки еще косички учатся заплетать. Они проверили документы, а я там и там копейки получали. Девчонки, но нам все равно платили. В 10-летнем возрасте, тогда с 8 лет школа была, да, работала, уже работала, потому что уже к войне дело. Поля. На полях в то время вот этот жучок, да, потом стрекоза такая. Это мы все ходили и собирали в бутылке, да, сжигали все это. Вот это вот примерно, да, так. Значит, ходили на поля еще, собирали, тогда надо было, это зернышко, это золото было, да. Вот собирали мы пшеницу вот эту вот. Рассада, вот высаживали, да, рассада. И когда уже холод вот такой был, нас посылали туда, ну, зажигали костры, чтобы этот, там, огонек или, да, тепло шло, чтобы все это не погнуло, да. Галина Николаевна всю жизнь работала учителем начальных классов, воспитала двух прекрасных дочерей. Они, живя в Москве и Питере, не устают удивляться тому, что в маленькой Анапе глава города может заметить одного человека. Нам не верят. Мы рассказываем, какие вам организуют здесь праздники, вот ваши годы, и какие здесь люди. Вот просто не верят. Мы уже живем в больших городах, и там такого нет. Подарки именинница получила и от Веры Стефановны Северюковой, и от председателя Совета микрорайона, где она по-прежнему старается быть полезной. Ведь старая гвардия не умеет жить без дела. Они по-прежнему для нас пример для подражания, как жить и как радоваться жизни, стараясь быть полезной любимому городу. Подготовку к сезону и меры повышенной безопасности отдыха обсудили на краевом селекторном совещании. Вадим Родин продолжит тему организации безопасности на курорте. В этом сезоне Кубань ожидает более 12 миллионов туристов, среди которых полмиллиона дети. И главная задача властей в этот период – обеспечить безопасность жителей и гостей, обратил внимание силовиков и глав муниципальных образований губернатор Александр Ткачев. На совбезе глава региона просит мобилизовать все силы и уделить внимание санаторно-курортным комплексам, пляжам, там, где больше всего отдыхающих. Поэтому основу к делу 10 дней, домозное исправление 10 дней. Это не так много. Это уже, мы даже здесь делали до вечера. И начинаем зачистку. Я прошу суды, краевые суды, районные суды, работать организованно. Губернатор отметил, тревогу вызывают события на Украине. Есть опасения, что с потоком беженцев на Кубань могут проникнуть и провокаторы. Во время подготовки к Олимпиаде в крае была создана уникальная система по взаимодействию всех структур, налажена работа антитеррористических комиссий. И важно теперь не расслабляться. Патрульно-пасловая служба, ничего в мире умнее не придумано, более эффективнее. Ногами, на машине должны люди проезжать, проходить, смотреть и обращать на все то, что ведет себя плохо, недостойно присматриваться, заглядывать в разные злачные места, то тогда эффективность поднимается на более высокий уровень. И поэтому, когда мы говорим о патрульно-пасловой службе, конечно, мы не зря с вами выбили казачество на улице. Мы не зря несем эти траты. Осознанно, сознательно жизнь показывает, что это, в общем-то, инвестиции в корень. Это результат. Не менее важный вопрос – безопасность на воде. Катамараны, гидроциклы и катера летают чуть ли не по головам отдыхающих. Глава курорта Сергей Сергеев доложил губернатору. Бассейновое водное управление, не согласовывая с властями Анапы, увеличивает число технических зон. Нас ставят перед фактом бассейновое управление. Я буквально вчера узнаю, что у меня уже не 21, а 31 техническая зона. А на основании это делают? Почему они с вами не соносовывают, исходя из каких-то своих? Нет. Мотивируя тем, что они, федеральная служба и все остальные вопросы, они устанавливают там, где захотели. Вот, говорит, мы не имеем права отказать, если человек обращается с заявлением. Я говорю, а если он по головам на пляже будет ездить, на гидроцикле? Ну, ответ вот. Сейчас разберемся. Губернатор поставил задачу проработать вопрос и не допускать своей воле вопросов безопасности. В завершение совещания Александр Ткачев обратил внимание на развитие программы «Безопасный город» и призвал не экономить на системах видеонаблюдения. И размеры помощи из краевого бюджета на эти цели будут пропорциональны уровню затрат самих муниципалитетов. По завершению краевого селекторного совещания глава Анапы обозначил ряд задач перед подчиненными. Так должно быть увеличено количество видеокамер и не только в центральных районах Анапы, но и в сельских округах. Руководителям здравниц курорта предстоит отчитаться о наличии паспортов безопасности. Без этого документа к работе в сезон ни одно учреждение допущено не будет. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин проинформировал. В ближайшее время надзорный орган проверит готовность ряда детских здравниц к высокому сезону. Курортный сезон только начинается, а пробки на въезде в город уже становятся испытанием для анапчан и гостей курорта. По поручению главы города Сергея Сергеева сотрудники рота ДПС попытались разобраться в причинах и устранить фактор массового раздражения на дорогах. Еще недавно Анапа была настоящим раем для автолюбителей, особенно в зимний период. По дорогам города можно было проехать без особых проблем. Но сейчас автомобильные заторы стали настоящим испытанием для водителей. С наступлением лета дороги на въезде в город полностью забиты транспортом. От ЖД вокзала до улицы Крестьянской и со станицы Анапска до улицы Солдатских матерей. Одна из причин пробок – повышение плотности потока машин. Большинство гостей приезжают на личных автомобилях. Заторы создают водителей, уступая путь пешеходам. Еще одна причина пробок – в несогласованной работе светофоров. В районе Восточного рынка дорожные заторы по вине водителей. Машины паркуют слева и справа от дороги. И вместо двух полос для движения остается одна. Инспекторы роты ДПС регулируют движение на дорогах, чтобы разгрузить большие потоки автомобилей. В связи с созданием таких пробок на автодорогах, посоветую водителям прочитать главу шестую правила дорожного движения, а именно жесты регулировщика, про которые они забыли, либо не помнят, либо никогда не читали. Потому что, когда приходится регулировать, очень сложно им объяснить, что нужно проехать. Жесты показываем, а водители в недоумении входят в ступор и не могут понять, что мы от них хотим. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул необходимость расширения Симферопольского шоссе от улицы Северной до Санатория Россиянка за счет четвертой полосы и перехватывающих парковок. Также планируется строительство подземного пешеходного перехода в станице Анапской, что позволит устранить многокилометровые пробки. Переход построят в этом году или в первом полугодии 2015 года. И к другим темам. В Анапу приехал цирк. И не какой-нибудь, а знаменитый на весь мир золотой цирк Юрия Никулина. Артисты привезли юбилейную программу. На открытие нового сезона побывала наша съемочная группа. Первое представление золотого цирка Юрия Никулина проходило в Анапе с полным аншлагом. Этот цирк приезжает в наш город-курорт третий сезон подряд и каждый раз с новой программой. И этот год не исключение. Мы представляем зрителю, анапчанам и его гостям программу, которая называется «Полет над Вселенной». Это юбилейная программа. Нам 10 лет передвижному цирку Шапиту на 2000 мест с роскошными креслами, с кондиционерами. И снова мы в Анапе. Приходите, не пожалеете, в старый цирк на Цветном бульваре. Открыли представление воздушные гимнасты Наина и Анатолий Ярыш номером под названием «Мужественная гимнастика на трапеции». Наина – обладатель приза «Золотой Карл» – престижной наградой Международного фестиваля циркового искусства. Каждое выступление на манеже – это яркое, красочное шоу. Испанская корида – это быки, послушные дрессировщику Алексу Насирову. Ребятишки вскакивали с мест, стараясь получше разглядеть и дрессированных морских котиков – Бусю и Маргу. Жонглер Сослан Суанов недаром именуется как Сослан Великолепный. Ловкость рук и никакого мошенства показал зрителю клоун Артака Рутюнян. Послушная шляпа исполняла в его руках невероятные трюки. Клоун с первого выхода на арену установил контакт со зрителем. Представление длится два часа с одним антрактом, но проходит словно на одном дыхании. В восторге и взрослые, и дети. Очень нравится, очень понравились гимнасты, акробаты и жонглер с мячиками. Был чудесен, дети просто в восторге. Особенно классно корида. Наверное, я приду еще и не раз, потому что очень интересно, эффектно, зрелищно, ярко. Мне вот понравилось, когда дяденька на цепочке разные трюки делал. Еще вот про быков, ну и как они прыгали там. Ну и вот в клоун понравился очень. Цирк расположился в детском парке на берегу реки Анапки в начале Пионерского проспекта. Представление проходит во вторник, в четверг, в субботу, в воскресенье, начало в 19.00. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 5 июня, в Анапе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов по Цельсию, ночью прохладнее до плюс 18. Ветер переменный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.